И вновь к событиям в Петербурге. Там буквально только что открыты сразу две новые станции метро. Беговая и Новокрестовская. Теперь до дома, на работу, на футбол можно добраться быстрее. Главный городской стадион, который примет матчи чемпионата мира по футболу, совсем недалеко от подземки. Репортаж Алексея Крепанова. Осторожно, двери открываются. Первые пассажиры, первые поезда. Там, где уже давно ждали метро Приморский, район Петербурга в народе даже не выездным прозвали. По сути всего, одна автодорога в центр и только четыре станции подземки. И это на 600 тысяч человек населения. Я думаю, что будет гораздо удобнее. В центр будем чаще ездить. Сейчас сели и уже на гостином дворе. Как минимум на полчаса, минут на 40 быстрее, потому что вот этот путь до Черной речки, он такой проблематичный бывает сейчас пик. На работу сейчас очень быстро будем добираться. Интерьеры в стиле хай-тек с историческим подтекстом. Массивные колонны венчают словно пропеллер самолета времен Великой Отечественной. Настенное панно посвящено героям войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. Добраться отсюда теперь, скажем, до Невского проспекта можно без пересадок всего за 12 минут. Станцию построили за два с половиной года вместо четырех запланированных, причем работали в сложных условиях. Тоннели, вестибюль возводили с учетом перепада высот от 16 до 60 метров. С точки зрения инженерного, кстати, кладезь технических решений, чем удалось столкнуться и перейти это. То есть я считаю, что это уникальный проект. Беговая теперь станет самой западной станцией метро в стране. Сегодня она конечная на Невского-Сареостровской линии. А всего пять километров тоннеля и следующая станция Новокрестовская. Обе в пешей доступности от нового стадиона. Обе удобны для болельщиков. Отсюда, например, до спортивной арены, что примет матчи чемпионата мира, не больше пяти минут пешком. Это не только объект, который необходим для обеспечения соответствующей транспортной доступности нашего стадиона, но это станции, которые давно ждали. Это долгожданный подарок для жителей Петроградского и Приморского районов. Глубина вестибюля Новокрестовской 23 метра, но еще ниже под станцией тонны особого бетона. Строители называют это стеной в грунте. Защита от грунтовых вод по всему периметру. Новокрестовская в Петербурге не самая глубокая станция, но для всей страны уникальная виток, где сейчас вестибюль, платформы, тоннели и служебное помещение когда-то было дном Финского залива. Это полностью намывные территории. Причем станция закрытого типа. Двери есть и на платформе, и в вагоне. Поезд подходит через специальные защитные экраны. Это сделано для безопасности пассажиров. К слову, вагоны по этой линии пустят новенькие. Причем все здесь полностью отечественного производства. Удобная навигация на русском и английском языке. Все сообщения об остановках тоже с переводом. Новокрестовскую в тестовом режиме запускали две недели назад, во время футбольного матча. Тогда с нагрузкой подземка справилась. Станцией воспользовались 18 тысяч человек. Но специалисты говорят, в пиковые часы пассажиропоток может достигать 35 тысяч. В отличие от своей соседки, она в голубых, морских, скорее даже зенитовских тонах. Причем настенные панели здесь легко поменять. И в будущем это позволит устраивать в метро необычные выставки. Ведь сегодня подземка уже не просто средство передвижения, а настоящий арт-объект. Алексей Грибанов, Денис Торопчинов, Сергей Шилов, Ксения Угарова и Наталья Сидорова. Первый канал.